Говорит и показывает город Нальчик, зимнее первенство Кабардино-Балкарской республики, тур номер 4 и встречаются команды Искра Алтут, ну а против них сегодня команда Личенкай. Алтут это Прохладненский район, Личенкай Чигемский и футболисты Личенкай играют в синей форме. Обе команды набрали неплохой ход, да, всего лишь четвертый тур, но уже можно составить небольшое представление о том, кто на что будет претендовать и надо сказать, что, наверное, оба коллектива будут претендовать на самые высокие места. Угловой я приветствую у нас в эфире Ислама Гучева, Ислам на связи и это здорово. Удар по воротам неточный, это Андрей Тажукин сейчас пробивал. Четвертый номер Астемир Конуковский, во-первых, играл за Искру, да, в первом сезоне, а во-вторых, он игрок мини-футбольного Динамо. Удар рядом со штангой, это как раз-таки Беслан Назранов сейчас. Первый опасный момент у ворот соперника создает. Подбор за Искрой, это уже полдела, дальше нужно хорошую подачу выполнить. И надеяться, что кто-то окажется первым на мяче, так, в принципе, и произошло. Искра точно забивает в любом из таймов, а вот соперник в ворота Искры забивал лишь дважды, да, это был Горис. Сегодня уже снежок, правда, на поле он пока не оседает, но вот с неба срывается. Подача, выигрывает верховую борьбу игрок Величенкая, удар, правда, точным не получается, но все же давайте отметим. Кунижев, ну, скорее всего, будет выполнять подачу. И хороший такой навес, ух ты, ну, это Заур Кунижев. Сейчас чуть-чуть, да, мяч опустись на несколько сантиметров ближе к полю, и голкипер не факт, что вытащил бы этот удар. Как оказалось, это был именно удар. Кстати, определенная принципиальность у сегодняшней игры в первом сезоне, когда Искра только первые шаги делала в первом дивизионе в летнем первенстве. Была договоренность с рядом игроков из, как раз таки, вот, которые выступают сейчас за Величенкая. Удар, и какой гол! Ой-ой-ой-ой! Это что сейчас было? А, Александр Федоренко проспал потрясающий выстрел игрока Личенкая и 1-0. Не зря мерзли поклонники футбола сейчас на стадионе «Спартак», на запасном искусственном поле. Стоило это того, чтобы увидеть такой голешник. Не очень логичный, может быть, этот гол, но, с другой стороны, тот стиль игры, который Личенкая и выбрал на сегодняшний матч, он как раз таки на это и рассчитан. В какой-то подобной атаке суметь таки угрожать воротам соперника и попытаться забить. Сделать это удалось. Впереди еще целый тайм. Да и этот не закончен. Гелиев. Прорывается. Очень надежно в обороне действует Личенкая. Развязка первого тайма, получится сейчас у Искры что-то с этого стандарта или нет, дальше, скорее всего, Ахиаса Тайф затягивать не будет. Раздастся свисток и будет перерыв. Тимир Карданов. Подача, закручен, мяч, ворота и гол! И это автогол, и это уже точно автогол, да? Не так, как в предыдущем туре. Ну что ж, Искра сумела прямо на флажке, прямо практически в раздевалочку, как это любят говорить. Забить гол сопернику, выровнять ситуацию. И счет 1-1. Да, там, конечно, наверное, напрягал оборону Тамерлан Гелиев, но при этом мяч в итоге от игрока Личенкая попал в ворот. И вот такая неприятная развязка для Личенкая в концовке. И первый тайм. Как я и говорил, Ахиаса Тайф особо затягивать не стал. Ну что, уважаемые любители футбола, второй тайм стартовал. Кунижев. Хороший удар, плотный. По цветовой гамме может показаться, по картинке, что соперники самую малость сливаются, но все же пестрость формы Искры не позволяет нам путаться. И там присутствует в том числе и белый, но это Кунижев, а это Китбиев, а это удар, а это не точно. Ай-яй-яй, Искра очередной момент упускает, но все же во втором тайме мы видим гораздо более заряженный. Алтутский коллектив на борьбу. Ну, давайте посмотрим, как оно будет. Подача. Удар. Тут уже очень серьезный эпизод. Это голевой момент. И браво Александр Федоренко, который оказался непоколебим в этой ситуации. Не дрогнул. Ну и, судя по всему, авторитет Кунижева все же берет верх над молодым задором Карданова. Кунижев. Удар в створ. Галкипер вытаскивает. Кто на подборе, это Атажукин, по-моему. И не удается выполнить подачу. Колечкин. Хамадханов. Шуков. Неудачно здесь попытка обыграться в стенку, но мяч сохраняет у себя Искра. Колечкин. Ну, почему же сам Стас не был из этой, казалось, удобной позиции. На вес удар. Гол. Да, гол забил Азрет Иванов, но я хочу отметить и подачу Акрамана Хамадханова. По-моему, это он сделал великолепную подачу. Нашел бомбардиров штрафной. Седьмой мяч Азрета Иванова. 2-1 Искра дожимает соперника. 16-ая минута второго тайма. Получается всего 46-ая и всего 14 минут командам провести на поле. Очень важный гол забивает Азрет Иванов. И вот это давление, оно все же оказалось небезрезультатным. Срезка от защитника в ближний угол, но мяч удаляется в сетку с внешней стороны. Будет угловой. И вновь Кунижев. Ну что ж, со стандартами у Искры, конечно, стало гораздо спокойнее с появлением Заура. Подача, где мяч? Он в воротах, нет? Кунижев. Подача. Удар головой и добивание. И мяч мимо ворот проходит. Это уже моменты, которые намекают на то, что Искра может забить и еще. Раз команда в состоянии была забить дважды, значит уже этот гол вспоминать не имеет никакого смысла. В принципе, он уже отыгран. И теперь уже вот сейчас нужно оценивать то, как играет голкипер. Играет он пока надежно. Личенкай в атаке. Ударная позиция. И ух ты! Ну вот этот момент может потом и присниться. А нападающему Личенкай нужно было, конечно, попадать. Это был шанс на то, чтобы сравнять счет, вне всяких сомнений. Игроки в синей форме были бдительны. Но еще один заброс. И это Иванов. И это надо забивать, Азрет. Очень серьезные эмоции это вызывает на бровке. Зафиксирован фол. Подача. Мяч вынесен. Но вот тут Искра уже может и в контратаке здорово сыграть. Вот так, например. Выход один на один. Кунижев. Гол! Гол, 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 гол. 3-1. Классическая контратака. Искра разыграла все просто блестяще. И счет 3-1. Я говорил, что гол в последние минуты может случиться. И он случился. Ну и как, опять же, ранее было сказано, третий мяч, скорее всего, окончательно хоронит интригу этого матча. Хорошая атака Искры. Голкипер ногами мяч выбивает точно на ногу сопернику. И дальше каким-то чудом после удара Заура Кунижева мяч оказывается не в воротах. И что в итоге? А, в итоге финальный свисток. Искра 3, Личинкай 1. Искра продолжает свою погоню за Псиганцу. Ну а пока у Искры 10 очков после 4-х игр. И впереди еще очень много всего интересного. Давайте следить за этим. Ну и увидимся на футболе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok